Никита Логинов наградами прадеда гордится. Историю орденоносца Аненкова в их семье знает каждый. Забрали Василия Андреевича сначала на Финскую, хотя мог попасть в советский концлагерь по доносу. Потом был фронт Ленинградский. Блокада, прорыв в 1944 году. Военные будни Василий Аненков вспоминать не любил, рассказывает внук Николай Логинов. Его там ранило. Через Ладогу и госпиталь. Потом и комиссовали. Страшно было. Жители Кировского района по традиции уже не один десяток лет в День Победы собираются у проходной завода «Металлург». Именно отсюда во время Великой Отечественной войны уходили на фронт куйбышевцы. Многие не вернулись с полей сражений. Восемь жителей района заслужили золотую звезду героя Советского Союза. У меня воевали оба деда. Воевали шесть дедеев. Не все они вернулись. Поэтому я с молоком на рам матери впитал уважение к фронтовикам. Я очень хочу, чтобы наши дети передали своим детям правду об этой Великой войне. Проспект «Металлурга» – парк «50-летие октября». Колонна памяти возложила цветы и вспомнила своих героев у вечного огня памятника солдат Победы. Наши ветераны стояли круглосуточно, ежедневно внесли трудовую вахту, производя все необходимое для фронта Победы. И что очень важно, вы видите, сколько очень молодых ребят, сколько очень детей. Вот это очень важно, чтобы мы передавали вот то, что сейчас уходит с нашими, к сожалению, ветеранами. Мы должны воспитывать их на правильных примерах. Вот именно ветераны – это и есть образец стойкости, мужества и героизма. 9 мая победу советского народа над фашизмом жители Кировского района отметили, как и 70 лет назад, фронтовыми 100 граммами, солдатской кашей и праздничным концертом. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.